Привет, друзья! Меня зовут Макс Куратов. Сегодня мы поковыряемся с вами в Webflow и изучим такой новый инструмент, как режим наложения. И посмотрим, какие чудеса можно творить с помощью данного инструмента. Так что, усаживайся поудобнее, и мы начинаем. Давайте немножко поковыряемся в Photoshop, чтобы понять в общем и целом, что такое режимы наложения. Я напоминаю, что все режимы наложения находятся в окошке слоя, обычный, и в зависимости от выбранного режима наложения у вас будет отображаться изображение по-своему относительно заднего фона. Режим наложения контролирует, как базовый цвет, ну, основной цвет самого изображения, взаимодействует с цветом наложения. Когда вот эти два изображения накладываются друг на друга, вот это смешивание позволяет добиться различных видов визуальных эффектов. И все это в зависимости от выбранного режима. Вы можете погуглить все в интернете про каждое, я не уверен, что стоит оно того, но зачастую, если брать Photoshop, я использую режим перекрытия. Безумно круто, когда у вас есть человек в футболке, и вам нужно наложить какое-то изображение. И чтобы подружить вот эти два изображения, ну, к примеру, структуру самой футболки и сам имейджа, в таких случаях используется перекрытие. В данном случае за счет режима наложения затемнения основы я могу убить белый цвет, при этом оставить черный. И теперь за счет перекрытия мы круто можем скомбинировать два этих изображения. И как ты догадался, если речь идет о веб-странице, и при подключении всевозможных анимаций, мы можем достичь такого эффекта, что при скролле изображения, находящего сверху, у нас немножко видоизменится тот имейдж, на котором мы находимся. Ну что ж, друзья, теперь давайте разбираться, как это все реализовать. Все материалы данного курса для вашей индивидуальной тренировки я оставлю в своем телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал будет в описании. В данном случае мы видим два объекта, один из которых текст, второй это пузыри. Пузыри имеют формат обычный PNG, PNG это отсутствующий задний фон. И за счет перекрытия и анимации мы можем наблюдать такой интереснейший эффект. Ну что ж, друзья, давайте разбираться, как это делается. А прежде чем мы это сделаем, я обязательно вам покажу еще такой вариант, где это можно круто применить. Предпросмотр. Я назначил режим наложения для данного Дива. На первый взгляд может показаться, что это курсор, но на самом деле это обычная анимация Дива. Данную технологию, как это сделать, я обязательно размещу в базе знаний. Ссылку на курс я здесь закреплю. И напоминаю, один раз платишь и бесконечно обучаешься. Принцип такой, за счет того, что у нас есть режим наложения данного курсора, будем назвать его так, и при наведении на текст, неважно на что, у нас будет вот такого вида изменения. Круто, круто. И давайте попробуем реализовать с вами вот такую штуку. Ну что ж, есть у нас body, это тело нашего сайта. В рамках нашего body есть секшены. Мы помним, что каждый секшен, как правило, это отдельно стоящий блок. Ну и с чего мы начнем? Ну, естественно, с создания секшена. Body, control, E, section. Данный секшен я перетяну вверх. Он будет у нас первый. И любой секшен мы обязаны как-то назвать. Давайте будет пузыри. Bubbles. Дальше. В любом секшене всегда должен быть контейнер. Контейнер всегда отвечает за границу по горизонтали контента, находящего внутри. Если мы сделаем предпросмотр, мы можем убедиться, что весь контент имеет какие-то отступы. Сугубо для этого создается всегда контейнер. У нас есть стандартный секшен. Ну, я уже несколько раз объяснял, почему мы не делаем секшен через секшен, а делаем через div. Создаем div. И этот div у нас будет секшеном. Контейнер. Есть. И ограничим этот контейнер по ширине. Если у нас максимальная ширина это 100VW, то пускай максимальная ширина нашего контейнера будет 95. Имеется в виду, что по 2,5% по бокам у нас будет отступ. Но обязательно мы должны указать единицы измерения. Выравниваем по центру. Высота нашего контейнера будет 100VH. VW это единица измерения по ширине. VH единица измерения по высоте. Данный пузырь я вскрою, чтобы он нам не мешал. Дальше. В рамках нашего bubbles content будет текст номер 1, текст номер 2. Убедились, что мы нажали на контейнер. Ctrl E, heading. Первый текст у нас готов. Двойной щучок, Ctrl A, Ctrl V. И обязательно назначаем ему квасы. H1. Окей. Дальше. Мы видим, что он откуда-то наследует курсив. Курсив. Да, есть он. Есть такой. Все, убрали его. Дальше. Ctrl E, heading. Это у нас будет H2. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl A, Ctrl V. Окей. И последнее, что нам нужно сделать, это закинуть сюда наш image, который, я напоминаю, прикреплю в Telegram канале. Ctrl E, image. Закинули наш image. Ляп. И подгрузили наш пузырь. Ну, с большой вероятностью, это он. Обратите внимание, что он сейчас отдельно стоящая единица. Нам нужно, чтобы он находился внутри нашего Bubble контейнера. Пускай у меня будет 9,5 RAM. Это не обязательно. Можно в любых единицах измерениях. Окей. И переведем его в Bolt. Есть. Забыли назначить класса. Это у нас будет Bubble. H2. Размер у нас будет 1,2. Окей. Расстояние между строчками 1,6. Но это не столь важно, так как у нас будет одна строчка. Опять же, у нас все под наклоном. Почему? Поскольку что-то наследуется с OH2 heading. Да, есть такое. Убираем. Работаем с дисплеем теперь данного контейнера. То, что мы назначаем контейнеру, так будут себя ввести все элементы, которые находятся внутри. Дисплей. Что я хочу? Я хочу, чтобы у меня это было по флексу, по вертикальному. Пожалуйста, делай все по центру. И по центру всего моего Bubbles контейнера, который имеет высоту 100vh. Yes? Окей. Ничего не поменялось по простой причине, что мешает этот имейдж. Но если я сейчас этот имейдж удалю, то у меня будут два элемента. Эти ровно по центру. Ctrl Z. Я хочу, чтобы у меня имейдж, которому мы также не назначили класс. Имейдж. Я хочу, чтобы он у меня с точки зрения позиционирования был абсолютный. Абсолютный это я не завишу ни от кого. Но если я данному контейнеру позицион назначу relative, это что значит? Все, что внутри меня, позиционируется относительно меня. А именно те элементы, которым он назначен, абсолют. Теперь у меня абсолют относится относительно моего контейнера. Да? Да. Уже идеально интересные эффекты. Последний штрих данному bubbles имейджу fit переведу в cover. Все. Окей. Предпросмотром смотрим уже такая интересная штука. Но нам нужно добиться, чтобы при скролле нашего сайта наши пузырьки немного двигались. Только в таком случае будет восприниматься идеально этот эффект. Теперь данные пузыри мы должны перевести в какой-то из режимов наважения. Я человек простой, каждый я не изучаю, попросту провожу мышкой, смотрю, какой больше всего мне нравится. Difference. Больше всего мне нравится, как себя ведет. Теперь давайте щепотку анимации. За это отвечает Interaction. Только Interaction чего? Элемента или всего? В данном случае элемента. Выбрали элемента, убедились, что он здесь подсветился. Переходим в Interactions. Анимация элемента или анимация всей страницы. Да, мне нужно относительно страницы. То есть при скролле что-то происходит. Это и есть триггерная анимация. Куда я должен классно, что я должен сделать, чтобы в силу вступила моя анимация. Это все относительно страницы. Добавляем. While Page in Scroll. То есть будь добра подключить какая-то анимация, когда будет скроллиться сайт. Есть. Есть. Добавить. И назовем ее Bubble. Чтобы не запутаться. Есть у нас 0%, есть у нас 100%. Что должно произойти в 0%? Добавить. А здесь энаколистое анимации. Сейчас урок не об этом. Мне нужно движение. Что должно происходить при 0% расположении? Мы должны по координате X быть на 0 VH. Почему не в пикселях? Поскольку если я добавлю единицы измерения VH, я четко знаю, что вверх это 0 VH, низ это 100 VH. И в зависимости от высоты мониторов, которые, ну, есть таких, даже вот программисты, я знаю, мониторы, переворачивают на 90 градусов, чтобы коду удобнее было писать. То есть VH у них совершенно другое. Но я четко знаю, что у меня будет в любом случае 0 и 100 VH. Пожалуйста, в этой позиции будь 0 VH. При этом внизу будь добра, не знаю, дело пока что на глаз, обязательно VH. Ну, это я уже слишком. Ну, пускай будет, например, 13. Не отходя от кассы, находясь в Interaction, мы можем посмотреть в режиме реального времени. И прямо сейчас вы разберетесь, что это такое. Смотрите, я капельку скроллю, и здесь визуально показано, где я нахожусь. Мы видим, что здесь у меня ничего не происходит, но как только я дойду до отсюда, у меня сместятся мои пузыри на 13 VH. Очень мало, очень медленно. И непонятно. Дева 34. Проверяем. Предпросмотры. Вполне вероятно, что мы можем пойти и в другую сторону. Со значением минус смотрим. Да, давайте, пускай пузыри у нас тянутся вверх. Окей. Сейв. Здесь мы смотрим, где именно эта анимация будет проигрываться. Ну, пускай у меня будет на всех десктопах. Потом, если что, поправим. Предпросмотры. При скролле мы видим, как пузыри, которые находятся сверху, ведут себя по отношению к нижестоящему тексту. Вуаля. Здесь, друзья, принцип такой же. Сверстал маленькую страничку, где я разместил тексты. Единственное, что я применил еще анимацию для этого текста. А именно, первоначально у меня Opacity 0, при скролле у меня Opacity 100%. Принцип построения анимации такой же, как и здесь. А в базе знаний курса я покажу, как реализовать такой курсор. Ну, все это, мой друг, делается тоже. А. Это режим наложения. Б. Анимация данного курсора. Но это даже не курсор. Ну, вот я вижу еще настоящий курсор, но мы его отключим. Это все, что я хотел поведать тебе сегодня. Если это видео было для тебя полезным, поставь лайк, подпишись на канал. Я буду тебе максимально признательный. С вами был Макс Куратов. Пока.